Всем привет! Сегодня я хочу показать вам наполовину вышитую картину от фирмы Черевно Мыть. Здесь на наборе написано Crystal Art, артикул БТ-1003. В общем, вот эту картину я вышиваю в совместном проекте, который организовала Даша Савинчева. Называется «Вкусная вышивка» или «Вышивка со вкусом». Ссылочку на ее канал вы найдете под видео. Вот такую я замечательную картину вышиваю. Насколько она замечательная, я вам сейчас подробнее о ней расскажу. Это смешанная техника. Вокруг вышивается нитками, а середина вышивается бисером. Вот так у меня получилась вышивка нитками. Как видите, здесь в середине квадрата тоже есть часть работы, вышитые нитками. Я думала, вот эта серединка вся зашивается бисером, но, как оказалось, здесь в середине тоже есть нитки. Я уже сделала бэкстич. В общем, все, что вышивается нитками, я уже сделала. Осталась мне вот эта вот серединка, которая вышивается бисером. Картина получается достаточно такая реалистичная, сочная. В общем, мне все нравится, если бы не одно «но». Вот это «но» – это вот эти отвратительные нитки. Нитки от фирмы Bestex. Но если я до этого вышивала нитками Bestex, было все более-менее нормально. Вот эти нитки очень рвутся. Когда вышиваешь в две нити, это еще полбеды. Когда в одну нить, это просто невозможно. Они постоянно рвутся, даже при малейшем натяжении. В общем, обратная сторона у меня практически вся состоит из узелков. У меня уже не хватало терпения заправлять все эти кончики. Я просто завязывала узелки. И ниток еще и при этом не хватило. Не хватило вот этой ниточки номер три. А поскольку нитки Bestex у нас нигде не продаются, и из тех, что есть, я попыталась подобрать, но в цвет подобрать мне не удалось. И поэтому вот что получилось. В общем, вот здесь вот с правой стороны тень. Вот как видите, здесь плавный переход. А вот с этой левой стороны, вот где тень, здесь получился резкий переход. Потому что ниточка оказалась чуть-чуть темнее по тону. И еще что опасно, вот не хватило вот этой нитки, которой вышивается вот этот квадрат. Если бы я не заметила, что нитка заканчивается и начала этим же цветом вышивать вот здесь вот тень, и потом бы мне не хватило на квадрат. Вот представляете, да, вот этот квадрат, например, три стороны квадрата одним цветом вышит, а вот эта сторона квадрата у меня бы была вышита другим цветом. В общем, это вообще смотрелось бы ужасно. Я увидела, что у меня осталась нитка одна, поэтому я сделала вот этот квадрат в первую очередь. А уже что осталось, я вышивала вот этот вот участок. Он таким же цветом. И вот здесь вот половина этого участка должен был вышиваться вот таким же цветом, как и квадрат. Но как видите, он вот чуть-чуть ярче, как-то он краснее. Здесь вот темно-коричневый идет, здесь светло-коричневый. А мне нужен был вот такой красно-коричневый с каким-то фиолетовым оттенком. В общем, не смогла я вот такую нитку подобрать в палитре гамма. И в наборах других, где у меня нитки Бесекс, я не нашла такую ниточку вот именно такого тона. Вот. Но, в принципе, если бы я это не показала бы и картину смотрели издалека, конечно, никто бы этого не заметил, никто на это бы не обратил внимания. Но мне, конечно, не очень нравится вот этот вот резкий переход. Не очень мне нравится этот резкий переход. Вот здесь вот справа вот то же самое выглядит очень даже красиво. А слева эта тень слишком темная. Ну, ладно. Сейчас, когда я заполню серединку бисером, все равно весь акцент будет на бисер. Бисер блестящий. Поэтому все-таки я думаю, что в общем итоге это будет не так критично. Но все-таки я считаю это недопустимо. Так впритык положить нитки, которые плохого качества. Нитка рвется постоянно. Естественно, их нужно положить побольше. Хотя бы на 2-3 ниточки побольше. Вот. Хотя такие дешевые нитки можно было бы и пасму положить с запасом. В других наборах качественные нитки и то с запасом. А здесь вот такие плохие нитки и впритык. Но надеюсь все-таки, что эти ниточки линять не будут. Я уже раньше вышивала нитками Bestox. Они не линяют. Надеюсь, эти ниточки тоже линять не будут. Бисер я пересыпала. Пересыпала вот в такие коробочки. И приступлю к вышивке бисером. И уже покажу вам готовый результат. В общем, у меня всегда получается на картину 3 видео. Начало, середина процесса и завершение. Обычно так у меня получается. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok